Минская область, наряду с другими крупнейшими регионами страны, вошла в число субъектов, где будет реализована уникальная программа для предпринимателей. Проект «Бизнес-класс» инициировали такие гиганты, как Сбербанк и даже Гугл. Правительство области поддержало, ведь по данным национального рейтинга инвестклимата, наш регион вошел в десятку лучших по условиям ведения бизнеса. Подробности далее. Вы работаете проводниками электричества. Через ваше тело проходит небольшое количество электричества. И это не электродети, это обычные тюменские школьники. Просто у них есть возможность изучить элементарные основы физики в игровой форме. Идеи руководитель парка научных чудес привозит практически со всего мира. Ведь нацелен Степан Космаков на развитие и процветание своего дела. Потому программа «Бизнес-класс» оказалась для него как нельзя кстати. В основе совместного проекта Сбербанка и Гугл практические занятия с опытными экспертами и наставниками, которые помогут предпринимателям открыть свое дело или вывести существующий бизнес на новый уровень. Мы хотим научиться новым технологиям работы с персоналом, привлечения клиентов. Регистрация участников для всех желающих стартовала на сайте проекта «бизнес-класс.про». Там уже более 8 тысяч заявок. И это не предел. Набор в самом разгаре. Бесплатные занятия начнутся с 28 сентября. Программа при поддержке Сбербанка и Гугл осуществляется и дает возможность абсолютно каждому пройти это обучение. Во-вторых, это безусловно уникальный контент, потому что есть очень жесткие требования к содержанию этих курсов, к наполнению и к тем людям, которые их читают. Ну и в-третьих, наверное, это действительно главная уникальная возможность – это доступность, потому что можно проходить обучение со смартфона, планшета в любой точке. Программа рассчитана на получение максимально полезных практических навыков по созданию компании и развитию бизнеса. Для прохождения курса нужно всего 2-3 часа свободного времени в неделю. По итогам обучения все участники получат электронный сертификат о прохождении курса. Дмитрий Камозин и Сергей Кондаков. Тюменское время.